Казанский федеральный университет и благотворительная организация РУСФОНД продолжают сотрудничество по реабилитации тяжелобольных детей. Нужно подобрать правильные лекарства, для этого поможет этот фотогенетический анализ. Нейросеть Балабоба. Сможет ли она заменить деятельность человека? Я написал, что этот сервис разработан на основе такой модели, которая называется трансформер. Это очень глубокое обучение, такое машинное обучение, посвященное очень точным и эффективным алгоритмом частности анализа техники. Что такое дистанционное зондирование Земли из космоса и почему это незаменимый инструмент для изучения нашей планеты? Информация используется в самых различных отраслях. Для сельского хозяйства, для лесного хозяйства, для выявления пожаров, что в настоящее время актуально, для выявления тех районов, где происходит засуха, для оценки состояния влажности почв. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс в студии Энджи Минибаева. Очередное рабочее совещание с руководителями основных структурных подразделений прошло сегодня в Казанском федеральном университете под председательством ректора Ильшата Гафурова. Обсуждалось участие вуза в конкурсе на предоставление грантов для создания и развития центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и университетов. Казанский федеральный университет и благотворительная организация РУСФОНД продолжают сотрудничество по реабилитации тяжелобольных детей. О том, как помочь нашим следующим героям, смотрите далее. Двухлетние близняшки Милана и Ульяна разделяют на двоих не только одну внешность, но и заболевание. Еще в младенчестве у обеих сестер начались приступы эпилепсии. Несмотря на то, что семья неоднократно обращалась к врачам, назначенное лечение не приносило никаких результатов. А ведь в таком случае неправильно подобранные лекарства могут не только не помочь, но и навредить девочкам. Они развивают все нормально, согласно своему возрасту, но просто эти приступы тяжелые, длительные, поэтому нужно подобрать правильные лекарства, а для этого поможет вот этот генетический анализ. Генетический анализ крови даст ответ на главный вопрос, какой же все-таки тип заболевания у Миланы и Ульяны. Но исследование может быть проведено только на очень редком и дорогостоящем оборудовании, которое есть в научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. По словам сотрудника центра Риммы Гамировой, случаи, когда эпилепсией заболевает сразу два члена семьи, не исключают генетическую форму болезни. Пока мы не знаем точный диагноз, конечно, если мы его будем знать, мы уже будем уверены во всех наших действиях, можем прогнозировать дальнейшие течения заболевания, можем говорить о том, когда нам ждать вообще полного контроля над припадками, что в будущем ждет этих девочек. Ну и вообще, если семья будет планировать следующих детей, мы можем говорить о том, есть ли риски для следующих детишек. У Миланы и Ульяны приступы эпилепсии в последнее время участились до нескольких раз в месяц. Для родителей это постоянная тревога и волнение, ведь приступ может случиться совершенно спонтанно во время игры или приема пищи. С течением времени протекание болезни может только ухудшиться, поэтому установление точного диагноза девочкам сейчас просто жизненно необходимо. Помочь можем мы с вами, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Более крупную сумму можно перевести на сайте русфонд.ру. Сделать это можно простым движением через QR-код. Наша помощь может подарить шанс и девочкам, и их родителям на полноценную счастливую жизнь. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Человечество все время придумывает новые технологии и старается внедрять в работу. Но какого бы только гениального робота оно не создало, до конца заменить человека новейшими разработками до сих пор не удалось. Сейчас популярность начала набирать нейросеть Балабоба от разработчиков Яндекса. Что это такое и сможет ли она заменить деятельность человека, выясняла наш корреспондент. Нейросеть — это математическая модель, функция, в которой очень много разных параметров. Ее идея — собрать сложную структуру из простых элементов. Один из этапов использования нейросети — это их обучение. Что мы делаем? Мы подаем на вход нейронной сети данные, на которых мы узнаем ответ. И поскольку это математическая объекта, такая функция с очень большим объемом параметров, количеством параметров, нейросеть эти параметры подкручивает так, что как бы действительно на вот этих входных данных она дает такой ответ. Дальше нейронная сеть подкручивает свои параметры, чтобы на все известные входные данные давались правильные ответы. Чем больше входных данных, тем точнее будет ответ. К примеру, задача нейросети Балабоба от Яндекса сгенерировать следующее слово или предложение так, чтобы оно подошло по контексту. Яндекс писал, что этот сервис разработан на основе такой модели, которая называется трансформер. Это уже глубокое обучение, а глубокое обучение, такой раздел машинного обучения, посвященный очень точным и эффективным алгоритмам частности анализа техники. На вопрос о том, сможет ли такая сеть заменить работу человека, эксперты отвечают, что шаблонные тексты она сможет написать, а что-то более чувственное нет. Речь идет о выплеске информации на большой массив людей. Ведь чем занимаются журналисты, в отличие от, я не знаю, лингвиста, я не хочу их обидеть, замечательной профессии совершенно, но он работает для своей целевой аудитории, исследуя те или иные нюансы, скажем, языка. А журналист, медийщик посредством языка, как инструментария, работает с мозгами людей, с огромной массой людей, средством массовой информации, массовой коммуникации. Последствия в том, катастрофические, если что-то не так сделать. В этом смысле человеческий контроль за тем, что будет происходить, необходим. Поэтому на данном этапе выпускать в реальную работу такие нейросети без надзора человека еще опасно. Но уметь их использовать все же нужно, говорят эксперты Казанского университета. Министерством науки и высшего образования России был разработан пилотный проект по реализации программы студенческого туризма в России. В рамках этого проекта было определено 15 пилотных площадок, в которые вошел и Казанский университет. Эти площадки выбирались по результатам опросов среди студентов России, в какой бы вуз они хотели поехать. Студенты смогут узнать о городах, которые они смогут посетить, и о вузах, которые готовы их принять на сайте, который будет сделан уже и запущен Минобором, и уже подать заявку, связаться. То есть мы, как департамент молодежной политики, у нас организован колл-центр по взаимодействию с вузами-участниками программы, и как и индивидуально со студентами, которые хотят посетить наш университет. Что такое дистанционное зондирование Земли из космоса, в каких сферах оно применимо, и почему это незаменимый инструмент для изучения нашей планеты. Смотрим. Технология дистанционного зондирования Земли из космоса – незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга нашей планеты, помогающий эффективно использовать и управлять ее ресурсами. Современные технологии дистанционного зондирования Земли находят применение практически во всех сферах нашей жизни. Эта информация используется в самых различных отраслях. Для сельского хозяйства, для лесного хозяйства, для выявления пожаров, что в настоящее время актуально. Цель дистанционного зондирования Земли – в получении различной информации об объекте без приближения к нему, а также в создании пространственных данных. Вся информация поступает в большом количестве в геоинформационные системы. Фактически 80% информации поставляется за счет дистанционного зондирования Земли. Это та отрасль, та технология, за которой будущее. И то, что сейчас говорят о цифровизации экономики России, это именно та технология, которая будет давать существенный вклад в цифровизацию экономики нашей страны. Приборы, используемые для такого зондирования, размещают на различных базах, в том числе на Земле, судах, самолетах и космических летательных аппаратах. Специальные камеры и телевизионные системы повседневно используются для съемки физических и биологических объектов на Земле, море, в атмосфере и космосе. Аппарат движется по своей орбите, а под этой орбитой, скажем так, вращается Земля, и поэтому возникает возможность получения изображения одного и того же участка местности через определенные промежутки времени. При этом высоты орбит могут быть самые разные, как 600, так и 800 километров. Фокусные расстояния различаются. Отметим, что дистанционное зондирование Земли регулярно становится популярной темой для выпускных квалификационных работ выпускников Института физики Казанского университета. Елизавета Никитина, Ленардо Влесьяров, Универньюс. На этом все. В студии была Энджи Минибаева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok